Песни Победы добрались до Вашингтона. Известный российский коллектив Хор Турецкого дал концерт в столице США. Сцену установили недалеко от Капитолии и Белого дома. Масштабный марафон, приуроченный к 74-й годовщине Победы, стартовал 1 мая в Риме. Катюша, Смуглянка и другие родные мелодии у развален Колизей в исполнении ярких эстрадных теноров. Хор Турецкого в преддверии 9 мая начал мировое турне Песни Победы. Песни Победы прозвучали в центре Берлина. Слова и мелодии, знакомые не только россиянам, исполнил Хор Турецкого на площадь Жандармен Мар. Der Жандармен-Магд-фест в русской hand. Сонтагавд гастирте der weltberühмте Турецкий-Корр mit der Band Soprano vor tausenden Зухерам. Добро Башаловат, herzlich willkommen hier am Schwarzenbergplatz. Der Турецкий-Корр гастирит в Österreich zum zweiten Mal. Летний год на Карлсблаз и сейчас здесь. Помню, как приходили русские солдаты. Эти песни я тогда услышал впервые. И это счастье, что мы, несмотря ни на что, сохранили отношения. И я могу видеть русских артистов в Берлине. То, что сегодня сделали, грандиозно. Песни Победы – уникальный проект. Это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история и это наша память. Настоящий музыкальный бессмертный полк. Два континента и более пяти миллионов участников. Меня поражает стремительность, которая в пору перемещается по всему миру. Много иностранцев, моих коллег, тех, которых я лично знаю, даже тех, кто не говорит по-русски пришли послушать, эти песни были в полном восторге. Это очень важно для меня. Это означает, что связь между Россией и Европейей более сильной. И это была хорошая возможность, чтобы пришли сюда и, знаешь, узнать немного больше о культуре. И 즐киться музыкой. В мае 2019 года триумфальное шествие Песен Победы состоялось в странах Европы, Америки и в Китае. За 12 дней артисты хора турецкого и арт-группы «Сопрано» проехали 11 столиц мира. Я, вы знаете, сегодня чувствую, что мы передвижное музыкальное посольство. Что каждый день мы делаем что-то хорошее с точки зрения дела мира в разных частях земного шара. Вива Китая! Привет, Китай! Это чайна! Из России с голосами, из Москвы с любовью. Проект, который объединяет и связывает всех людей мира. Мира во всех смыслах, который выше и важнее любых разногласий. Вообще трудно было представить, что это состоится в принципе. Потому что здесь настолько непростая атмосфера, настолько много критики Российской Федерации. Вот сегодня в центре Вашингтона Михаил Борисович, великолепный его коллектив. Мы будем сидеть вместе, будем петь советские и еврейские времена в Великой Отечественной войне. Выходила на рык, как душа, за мной великолепный его коллектив. Раскудрялый клён зелёный лист резной. Помнит и пена, помнит гайпы и дуна. И становится радостно на душе у бойца. От такого хорошего, от её письмеца. Люди мира, на минуту встаньте. Берегите, берегите, берегите мир.